Всем привет дорогие друзья, с вами Кафидо Амиго, я вам благодарен за вашу активность, за вашу поддержку под двумя видео с новостями Фортнайта. Я решил, что почему бы и нет, будем продолжить эту тему, тем более новостей на апрель месяц много, это глобальное обновление, которое грядет. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас будут очень интересные темы. Например, небольшое обновление, возможность продления сезона и семья Мидаса. У него семья может быть, как предположил кто-то в интернете. Вот мы со всем этим сегодня будем разбираться, поэтому вы сразу присаживайтесь поудобнее, влепите лайк под это видео, влепите подписочку и начинаем. Сегодня вышло новое обновление, малюсенькое правда, в котором никаких новых плюх, скинов, что-нибудь такого, ничего не добавлено, только пофикшены баги. Я пока не заходил, не знаю, но будем надеяться, что баги все будут пофикшены, а никаких новых не будет. Но если вы играете и у вас какие-то новые баги или старые не убрались, то напишите об этом в комментариях. Казалось бы, ну маленькое обновление, да, ничего такого, ничего примечательного. Все ждут так глобального обновления, о котором говорят все, разработчики. Но в файлы игры добавлено упоминание о новом режиме под названием No Play. Тут много версий, я выдвину самый популярный, который есть на этот счет, самый популярный слух. А ходят в интернете такие слухи, что это дело будет относиться к кошмарному кинотеатру, вследствие чего разработчики тестируют экран там. И больше пока информации по этому новому режиму нету, пока будем ждать новостей от Epic Games. А вот сейчас будет уже официальная информация, поэтому присаживайтесь, так сказать, вцепитесь в кресло, чтобы не упасть. Хотя это никакая уже и не новость. Сезон должен закончиться вместе с карантином 30 апреля. Вообще, по идее должен. Но разработчики, у меня такое чувство, что они как будто заранее знали, что надо продлить сезон. Потому что из-за глобального обновления, которое выйдет 15 числа, то есть ровно через неделю, сезон могут продлить. Точнее, должны продлить. Ведь давайте мы вспомним, что прошлый сезон шел 5 месяцев, и оттуда можно было выкачать просто вот, просто можно было получить просто дохренище всего. Чуть ли не пол игры скупить всей, пол магазина реально. Там можно было до 300 левела прокачаться раз 5, наверное. А сейчас этот сезон идет 2 месяца пока что. И поэтому оптимальный вариант еще так на 3 недельки продлить его, чтобы были шансы докачать у кого-нибудь то, что там надо. И в принципе, до свидания этот сезон. Насколько продлят этот сезон, пока неизвестно. Потому что написано только, что он закончится 30 апреля, а естественно будет продление его. А вот насколько, пока неизвестно. Разработчики насчет этого молчат. Ну и новость, которая лично меня потрясла в шок просто, я с нее дико охренел, честно скажу. Это какие могут быть члены семьи у Мидаса? Я просто впервые о таком слышу, но давайте подумаем логически. Я вам в прошлом видео показывал портрет дамы, точнее девушки. Кому-то взбрело в голову, что это его дочь. Я не знаю кому и под чем эти люди были, но идея кому-то пришла вот такая. Спросите меня откуда, да, от кого. Те же гении, в общем, что придумали вот это вот про то, что это его дочь. Они также решили обосновать тем, что у этой девушки есть сходство с блесткой. Напоминаю, это такая девушка была, персонаж такая, которая, я не помню, то ли в восьмом, то ли в девятом сезоне, что-то такое было. Теперь, внимание, это было на старой карте. То есть, по сути, в другом мире. У кого-то пришла идея в голову, что Мидас что-то там снимок это самое, сами понимаете. И вот на свет появилась вот эта вот девушка с портрета. Что? Откуда? Почему? С одной стороны, что это бред, потому что это разные миры, это разные карты. Поэтому тут, с одной стороны, действительно бредятин. Но, с другой стороны, может быть, все-таки, я вернусь тоже к теме предпоследнего ролика на тему устройства сводного дня. Возможно, вот это вот самое устройство может перемещать между, вообще, или во времени, или между мирами. Только вот так. Потому что я реально, другого объяснения, если вдруг это будет все правда, если эта девушка будет дочь, а он, а жена блестка, я в шоке-то буду. Действительно. Но если это так, то кроме вот того, что устройство сводного дня умеет перемещать между мирами и во времени, у меня нету. По-другому я никак это объяснить не могу. А как вы думаете по этому поводу? В комментарии. Накидайте варианты. Я прочитаю, может быть, действительно, у кого-нибудь будет здравая мысль. Потому что я пока, вот, я не знаю, может, чисто на эмоциях, может, нет. Но я пока ничего умного придумать не могу. Кроме устройства сводного дня. Все. Мой потенциал на этом закончился. В общем, на сегодня все. Думайте, размышляйте над тем, что я сегодня вам всем сказал. Пишите в комментариях свои версии по поводу того, что я вам сказал. Ну и увидимся в следующих видео. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Миго. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok